Всем привет! Давно не виделись. Наша аудитория наверняка пересекается, но вы наверняка смотрели у товарища Честера. Да, наверняка. Извиняюсь, я давно не снимал. Вот такой ролик. Ну и в общем-то зацепило. Хочу сделать такую же тарелку. И если токарный станок у меня есть, а также у меня есть из чего это сделать, это кусок карагача. Но что касается инструмента, а именно клюкарзы, у меня нет. Поэтому сегодня попробую сделать две самодельные клюкарзы из перевых сверел. Приятного просмотра! Ну и первым делом, что нужно сделать, так это отрезать болгарочкой ровно по отверстие впере. Впере, 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 блин. Вспомнил, что у меня есть, в чем их зажать. Сверлильного станка я так еще не приобрел. Так что послужит стационарными тисками. О! Красивое! Да, да, да! Меньше болгарки у меня нет. Упирается. Можем повернуть на губках. Есть прорезь для круглого. Так что никуда ничего не денется. Поехали. Такс. Да все, почти готово. Ёп! Ну так вот, есть одна проблемка. Она первая и, возможно, единственная. Это то, что я ни разу не кузнец. И у меня нет ничего подходящего для того, чтобы ковать на горячий металл. А из того, что у меня есть, это всего лишь визовая горелка и немного металлолома. Ну так вот, что из себя будет представлять наш самодельный кузнечный стенд. А именно, это два отрезка уголка, сваренных между собой. Отрезок 32 трубы. Точнее, половина. Папку война. Точнее, половина 32 трубы. И также пару отрезков металла, которые будут являться поддержкой этой трубы. Ну и, помимо этого, конечно, обязательно отвратительно сварной шов вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. Ну, короче, куча сварных соплей. Особая точность нам здесь не нужна, так как я ее не достигнул. Ну, пойду. Так, ну и уже отрезать не буду. Еще два таких кусочка в качестве упора. Надо все это зачистить и начинать варить. Приступаем. Так, только, ребят, если можно, давайте без вот этих нраволучений, мол, варить в мастерской это небезопасно. Понимаю. Хотя, ничего я не понимаю. Нельзя так делать. А еще у меня маски не работают. Кажется, я в следу. Вижу. Так, один момент. Я не стал, я думаю, что нет смысла прям приваривать боковинки вот эти. Я сделаю просто проварочки вот здесь. Так как все равно у нас самое большое перо, оно не такое широкое. и думаю, этого будет достаточно. В общем, вот такая вот штука у нас получилась. Теперь вот эту самую штуку нам нужно будет вот так вот забить какой-нибудь пенек или брусочек. Пока надо почистить. Так, ну а пеньком у нас послужит вот этот подгнивший брусок липы. Хотя не совсем подгнивший. и немного саморезов, чтобы это никуда не уезжало в процессе ковки. Ну и нормально. еще добавлю немножко сбоку брусочков, чтобы это было немного поустойчивее. Так, ну что, теперь можно перебраться на улицу и начинать нагревать наши перья. Надо одеть штаны. так, ну в общем-то, первым делом нам нужно разрушить кристаллическую решетку уже закаленного металла. Сейчас нам нужно раскалить его до красна, типа оранжо-малинового цвета, как-то так, и оставить остужаться просто на воздухе. и сразу вторую. остыла. не знаю, как правильно первую маленькую 16 миллиметров я вытащил на воздух и оставил там остывать, а вторую попробую наверное лучше оставить внутри, просто отключу газ. Пишите в комментариях это правильно. так, ну в общем-то первое остыло, сейчас я уже буду нагревать до красна и начинать ковать. Субтитры Еще чуть щелыть надо. Идеально. Вот такая ложечка. Так, приступаем ко второй, а эту оставляем накаливаться и попробуем ее закалить, типа. А пока подготовлю масло. Ну и закалять будем максимально дорого, остатки японского масла. Под самую эту... Ой, а она не вскипит, надеюсь? Сначала нужно погнуть вторую. Цифра снизу. Нет, сначала же сюда надо, ё-моё. Так, ну что, пришло время. Время первой закалки. Масло готово. В принципе, перо накалилось. Ну, надо как-то успеть это быстро сделать. И не обжечься. А я очки одеть. На раз-два-три. Раз-два-три. Ну, я ожидал больше реакции. Ну, видимо, этого достаточно. Я думаю, достаточно. Опускаем. Так. Я пошел спать. Увидимся сегодня. Ну, так вот. Обычно, в различных видеороликах на YouTube, закалку проверяют путем царапания стекла. Для сравнения, у меня есть еще одно перевое сверло на 10 миллиметров, рабочее, хорошее. И попробуем поцарапать им стекло и тем, что я закалил. Так, сначала живое, обычное перо. Я пробую разными концами. Тут их три. Так, ну и сразу же попробую то, что у нас получилось. О! Сразу? Ну. Слушайте, ну, значит, что-то получилось. Значит, переходим к заточке. Ну, и, естественно, заточного станка у меня нету. Так что буду юзать свой токарный поддерево. Так, мучайте нахрен отсюда. Ну, короче, я сделал первую оснастку деревянную и наклеил в нее наждак. Вот такой зернистости 16N или H. Допустим. Соответственно, установив ее, я буду зачищать внутреннюю поверхность. Ну, шлифовать и попытаюсь сделать наклон. И вот уже сейчас я вытащил вторую такую рюмочку. Не придумал название другого. В которой я буду шлифовать уже внешнюю поверхность и задавать угол. Сейчас мне нужно наклеить наждак внутрь, вот такую полоску, с помощью космофена. Смотрите. медленно наверно да кстати насчет угла заточки хрен его знает какой нужно так что делаю на ощупь воспользуемся вот это я с ноской чтобы отшлифовать вот таким макаром смотрим уже что то есть но к сожалению этих двух оснасток не хватает нужно воспользоваться еще вот таким диском и увеличить острие приблизительно до конца цифры с размером ну и здесь уже вручную приходится для того чтобы быстро охладить резец я пользуюсь вот таким методом ледяной такс ну в общем то заточил две штучки я кстати вчера уже было темно я не посмотрел что широкую я немножко не так загнул ну точнее совсем не так уже попробовал и поработать и не очень удобно не хватает угла чтобы поддеть древесину но если что одна точно уже хорошо так что сейчас поправляюсь сделать ручку усилие на ручку будет не таким сильным но на всякий случай я добавлю металлическое кольцо это будет хромированная труба от кухонной фурнитуры я не показал как я затачивал 16 миллиметровый резец так как в принципе методы одни и те же были но дело такое что 22 миллиметровый я в принципе отказался доделывать потому как как уже сказал не угадал с формой и плюс он особо не имеет смысла потому как радиус на обоих одинаковый и в принципе резать они будут тоже одинаково я делал сразу два на случай если какой-то из них испортится в процессе так что остановлюсь на 16 миллиметровом резце остается отшлифовать ручку вставить и приклеить металлическое кольцо покрыть маслом и забить в нее резец также проклеив немного космофеном так уже говорил буду проверять на кусочки карагача в общем то судить в принципе вам не знаю понятно ли будет на видео насколько хорошо он режет но в принципе меня по крайней мере все устроило но это еще не все так как результат сегодняшней работы у нас будет тарелка с декоративным краем так что приступаем к точению ну что ж тарелочка готова пора приступать к декорированию закреплю я с помощью рейки и саморезов чтобы она никуда не ходила во время резки уверенно такс ну что ж клюкар за покажи на что способна надо чередовать нажатия чтобы они были разного размера не забыл не забыл не забыл а может быть вот Субтитры сделал DimaTorzok Пока, в принципе, режет так же, как и в начале Ну что ж, с вашего позволения, подытожу Клюкарза получилась отличная, рабочая Заточка вроде как сдержалась даже Что касается рисунка, мне кажется, очень клёво Необычно Осталось покрыть это маслом Ну и так, на всякий случай, телеграм-канал Подписывайтесь Пишите в комментариях, как считаете, нормально ли заточка Клюкарза или нет Что касается самой тарелки, также пишите в комментариях Как вам такой дизайн Спасибо огромное Честеру за наводку для такого изделия Ну а на этом все Если вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал И увидимся в следующем ролике Пока Да, как-то было в голове эпичнее Пока